месяцев. Но онлайн, причем, я как вижу, не только наш институт, не только Новосибирский институт органической химии, то есть лекция вызвала интерес из разных соседей наших, это очень здорово. Мне очень приятно представить нашего сегодняшнего докладчика Данила Барский. Приятно по многим аспектам, в том числе и по университету, когда не впрямую, но у нас были отношения преподаватель-ученик. Он сейчас является сотрудником, руководителем группы в Германии, в университете имени Йоханнеса Гутенберга, но на самом деле, насколько я знаю, опыт работы у него есть во многих научных центрах ведущих. Ну и сегодня нам расскажет о последних интересных достижениях, проблемы. Данила, у вас проблемы, да, раз хотите поговорить об этом, да, и возможности, то есть преодоление этих проблем. Ну вот, настроимся давайте на интересную лекцию, это раз, и коллеги, кто онлайн, не стесняйтесь задавать вопросы в чате, мы постараемся их озвучить и ответить. Да, и во время, во время, собственно, самой лекции, пожалуйста, если у вас зум сейчас со звуком, пожалуйста, ну, с микрофоном с вашей стороны, пожалуйста, его отключайте, чтобы у нас лишних умов, там, звуковых эффектов лишних не было. Ну все, передаю слово. Спасибо большое. Очень приятно находиться снова в стенах Института органической химии, я здесь делал курсовую на втором курсе, ну и вообще много друзей работает. Тема лекции, если она будет на русском, называется «Химическая кинетика и спиновая динамика в экспериментах СЕЙБР». СЕЙБР – это «Signal Amplification by Reversible Exchange». Это метод усиления сигнала ядерного магнитного резонанса. Ну, не долго думая, давайте сразу приступим, потому что у меня тут очень много материала, и в целом, в принципе, можно и спрашивать вопросы и сразу, я думаю, но можно и как бы в конце. Постараемся в 45 минут уложиться. В общем, для начала немного о том, что такое гиперполяризация ядерных спинов. То есть все мы работаем, точнее, очень многие работают с ядерным магнитным резонансом, и в ядерном магнитном резонансе мы детектируем сигналы от спинов. Но даже используя очень большие магнитные поля, порядка нескольких Тесла, что в тысячи раз больше полей, поля Земли, например, разность населенности энергетических уровней, соответствующих проекции спина по полю и против поля, составляет всего лишь тысячи... И 10 минус 5, да? Данил, небольшой комментарий. Вы вас сейчас указкой показываете, но у нас тут небольшая аудитория. Лучше показывать мышкой для того, чтобы все видели, потому что транслируется в зуме. Да, лазер в зуме не видно. Хорошо. На самом деле, да. Сильно мне тут показывают... Ну и когда надо будет, я буду приходить. В основном тут ничего такого особенного нет. В общем, ситуация следующая. То есть даже в самых сильных магнитных полях разность населенности очень маленькая. То есть даже в поле порядка 10 Тесла примерно одинаковое количество спинов смотрит по полю и против полю, и только один из 10 тысяч избыток смотрит по полю. То есть теоретически, если каким-то образом мы смогли бы перенести населенность или заселить один из уровней гораздо сильнее, например, полностью, и, кстати, неважно, нижний или верхний, или в какой-то поле сложной системе, в какой-нибудь уровне посередине, то мы смогли бы получить значительное усиление сигнала ЕМР, ну, теоретически до 10 тысяч раз, например, в сильных полях, а в слабых полях еще больше, потому что термический сигнал там еще хуже. В настоящее время существует несколько методик, и вот эта ситуация называется гиперполяризация, то есть каким-то образом заселять определенные энергетические уровни, и, соответственно, сигнал ЕМР вырастает. За последние порядка 30 лет, можно сказать, даже больше, химики и физики со всего мира работали над разными методами гиперполяризации. Существует динамическая поляризация ядер, химическая поляризация ядер, оптическая накачка как в благородных газах, также дефекты в твердых материалах. Но сегодня я буду говорить о методе, который относится к категории, индуцированной пароводородом поляризации ядер. Это метод, который позволяет использовать спиновое состояние пароводорода для того, чтобы усиливать сигнал ЕМР, и это метод химический, то есть без химии здесь не обойтись, и, соответственно, я сегодня в институте органической химии, я надеюсь, что-то кому-то будет понятно и интересно, и, возможно, у нас даже будут какие-то вопросы. В общем, пару слов о том, что такое пароводород. Вообще известно, что водород представляет из себя смесь двух спиновых изомеров. Ортоводорода – это состояние с полным суммарным спином ядер единицы, и пароводорода – это состояние с полным спином ноль. Оказывается, что получить пароводород достаточно просто путем охлаждения. Я не буду вдаваться в детали, потому что можно долго про это рассказывать, но самое главное, что можно запомнить, что путем охлаждения обычного водорода, который обычно представляет из себя смесь ортопара в состоянии 3 к 1, в присутствии катализаторов ортопара конверсии, это пароводородные вещества, можно заселить и преобразовать ортоводород в избыток пароводорода. И даже при температурах жидкого азота, порядка 77 кельвин, можно заселить 50% пароводорода, а при температурах уже ближе к жидкому гелю, например, даже при 20 кельвин, мы уже имеем 100% пароводород. И в чем легкость этого метода? Легкость в том, что можно очень просто получать пароводород. Вот здесь, по сути, это в университете Вендербилта, наша установка, у нас есть баллончик с обычным водородом. Здесь мы получали водород, пароводород реально ин-ситу. То есть он идет, проходит через дюар, здесь такая спираль, в этой спирали находится катализатор ортопара конверсии, и на выходе мы уже получаем 50 на 50 соотношение ортопара, что дает нам тот избыток пароводорода, который позволяет усиливать сигнал EMR. То есть это очень просто. И главное, что получив такой пароводород, его можно хранить очень долгое время, даже можно набрать в баллон, и в течение месяца, недели, и даже больше, в зависимости от частоты баллона, он будет жить как вот это паросостояние, которое можно будет потом использовать в химических реакциях. Ну и прежде чем приступать к объяснению метода Сейбр, я бы хотел пару слов сказать в принципе, в чем суть, в чем логика усиления сигнала посредством пароводорода, и проще всего это объяснить на примере реакции гидрирования. То есть представьте, что такое пароводород. Это значит, что в водороде заселено состояние вот это синглетное. Альфа-бета минус бета-альфа. Это по большому счету, как по-русски, запутанное состояние. Правильно? И вот этот шарик... Суперпозиция. И, в общем, этот шарик на этом уровне означает, что у нас заселенность находится в этом состоянии. А теперь, если мы представим ситуацию, когда у нас сильное поле, то есть что мы смотрим вообще методом ЕМР? И этот ЕМР в водороде мы можем наблюдать только переходы между ортосостояниями. И, соответственно, сигнал никакой мы не увидим от пароводорода. Более того, это именно то, как мы и проверяем качество нашего пароводорода. Если мы не видим от него сигнал, это значит, что он у нас хороший. А если мы видим, значит, у нас есть ортоводород. А теперь представьте, что мы... Представьте, теперь мы осуществили реакцию гидрирования. И в продукте реакции, если у нас разность химических сдвигов достаточно большая между этими водородами в продукте, описать состояние этой системы можно в так называемом Зеймановском базисе. То есть представьте, у вас изначально было состояние альфа-бета минус бета-альфа, а теперь внезапно водород оказывается в этом новом состоянии. Ему нужно решить, какие состояния заселить. То есть очевидно, что будут заселяться в таком случае состояние альфа-бета и бета-альфа или-или. И оказывается, что это действительно возможно. И сигналы ЕМР будут, во-первых, значительно усилены в продуктах реакции гидрирования пароводорода. И более того, они будут иметь характерную антифазную форму. То есть у нас не только как бы адсорбция, по сути, переходы наверх, но также переходы вниз. И это в течение долгого времени использовалось как метод изучения химических реакций. И эта ситуация, этот метод был назван Пасадена. Почему Пасадена? Потому что ученые, которые предложили сначала теоретически, потом практически показали и опубликовали, находились в городе Пасадена, там, где находится Калтех. И, собственно, статью называли Parahydrogen and Synthesis Allow Dramatically Enhanced Nuclear Alignment. То есть название имеет смысл, но аббревиатура – Пасадена. Но в сумме вообще все методы и Сейбр, и Пасадена, и есть еще другой метод Альтадена, я не буду сегодня подробно останавливаться, они являются членами семейства индуцированной пароводородом поляризации ядер или Parahydrogen Induced Polarization. Ну, в общем, в течение долгого времени после открытия в конце 80-х годов эти методы использовались для установления механизмов реакции гидрирования, потому что мы можем видеть, где в продуктах реакции оказываются два атома водорода, которые пришли из одной молекулы. Это, кстати, важно. Важно, чтобы спиновая корреляция в ходе реакции сохранялась. Так называемое парное присоединение необходимо, чтобы, если у нас идет гидрирование атомов водорода из разных молекул, этого эффекта наблюдаться не будет. И более того, сигналы усиленные, таким образом мы можем даже наблюдать очень часто какие-то интермедиаты, которые обычным ЕМРом получить нельзя, точнее, обычным термическим методом получить нельзя. Но это как бы интересное направление, и химики этим очень интересуются, исследовать механизмы реакции гидрирования. Но на самом деле есть еще одно интересное направление использования пароводородной поляризации, а именно в томографии. То есть представьте, томография – это же очень крутой метод в том смысле, что мы можем выделять воксель, например, в мозгу, селективно, и смотреть спектр в этом объеме. Обычно в клинике так не делают, потому что чувствительности не хватает, и потребовалось бы пациенту лежать многие-многие часы, чтобы что-то там накопить, попытаться с этим разобраться. И интересно было бы получать химические вещества, например, или используя прекурсор путем гидрирования, получать какую-то молекулу, которая уже у нас в организме и так, например, присутствует, является интересной какой-то молекулой, и смотреть за метаболизмом этой молекулы in vivo. Вообще это на самом деле очень аналогично методу позитронно-эмиссионной томографии, когда вкалывается радиоактивный препарат и смотрится, куда он приходит, и в зависимости от структуры этого препарата или вещества оно будет накапливаться в определенных тканях. Но, во-первых, здесь в томографии, в ЕМР, в томографии, мы не используем радиоактивных веществ, то есть у нас все изотопы стабильны. А во-вторых, мы действительно можем видеть химическую информацию, не просто куда пришла молекула, мы можем видеть, что с ней произошло в ходе каких-то химических превращений в организме. И это направление очень активно развивается. У нас даже сейчас есть интересные результаты, то есть можно получать ангиографию, можно получать химическую информацию непосредственно in vivo. Пока что нет еще использования этого метода на людях, потому что я скажу об этом чуть подробнее попозже, но я думаю, это скоро может быть даже потенциально возможно. Ну а теперь мы переходим непосредственно к теме сегодняшнего доклада, это Signal Amplification by Reversible Exchange, или усиление сигнала посредством обратимого взаимодействия. Sabre. Sabre по-английски переводится как сабля. Как видите, в ЕМР у нас очень любят какие-нибудь эдакие аббревиатуры, чтобы потом звучало все красиво. Ну и в общем что? Что это за метод такой? Здесь оказывается, что не обязательно всегда присоединять химический пароводород и получать продукт реакции, в котором те же самые атомы пароводорода находятся. Оказывается, достаточно, чтобы было обратимое взаимодействие пароводорода с субстратом. Например, на металлических катализаторах, в каких-то гомогенных комплексах. Если параметры этих комплексов попадают в определенные условия, я об этом сегодня поговорю, то можно наблюдать поляризацию на продукте реакции, точнее, как бы не продукт реакции, а продукте этого обмена. Даже несмотря на то, что нет какого-то химического реального обмена водородов с ним. То есть, например, здесь приведен пример, как перидин обратимо взаимодействует, и он является как бы таким лабильным легандом комплекса Иридия. Здесь, в частности, используется гетерокитический карбиновый леганд. И также в этом комплексе, чем он… Кстати, комплекс, как же его зовут, Храптри, тоже, возможно, вам знаком будет, тоже можно использовать в этой реакции. И, соответственно, если есть обмен и перидина, и водорода, то вот это то, как выглядит спектр. То есть, например, вот здесь сверху приведен спектр термический перидина, умноженный 128 раз. А это единственный скан с использованием вот этого метода. То есть, что мы делаем? У нас есть в пробирке, у нас лежит в колбе ЕМР, по сути, субстрат, который мы хотим поляризовать, комплекс металла, пароводород. Точнее, мы барботируем пароводород через раствор, и буквально после нескольких секунд барботирования, если мы посмотрим спектр, мы увидим такой сигнал. То есть, очевидно, значительное усиление сигнала. И вообще, я покажу, как эту реакцию делают. Ее сейчас, на самом деле, можно делать барботирование непосредственно в сильном поле. Но для этого тогда, чтобы наблюдать усиление, нужно использовать определенные импульсные последовательности. Но классический метод Сейбр, он использует изменение магнитного поля. То есть, само барботирование должно проходить в низком поле, например, в земном, или в определенном поле, в несколько гаусс. А наблюдать сигнал можно в обычном ЕМР-спектромете. Ну, в общем, немножко пару слов, вот именно уже о химии, о катализаторах. Мы их называем катализаторы. Очевидно, это не катализаторы в химическом смысле этого слова, потому что здесь нету брутто изменений в реакции. У нас, по сути, реакция ничего там не меняется. У нас перидин, водород, катализатор. Но мы называем его катализатором конверсии на магничности, потому что действительно он необходим для того, чтобы поляризовать субстрат. И, в общем, очень часто используют такие комплексы на основе иридия, которые готовят, по сути, инситу. То есть, вот это мы часто называем уже даже катализатором неправильно, хотя это как бы прекурсор. И обычно мы производим уже непосредственно в ампуле ЕМР. Перед экспериментом мы, например, кладем субстрат, буква С. Это может быть перидин, это может быть любая другая молекула, которая будет координироваться к комплексу. То есть, должна быть возможность координации. Очень часто какие-то гетероциклы с атомом азота, например. И потом, при барботировании водорода, инситу происходит активация этого катализатора, то есть, слетает эта циклооктодиеновая шапка, и у нас образуется активный комплекс, который уже непосредственно участвует в механизме Сейбр. Но что интересно на самом деле, если не класть субстрат, а сначала начать сразу барботировать просто водород или водород, у нас происходит деактивация катализатора, и даже если потом положить субстрат, пытаться что-то делать, ничего не будет наблюдаться. То есть, очевидно, происходят какие-то параллельные процессы. Я скажу вам честно, до сих пор в литературе до конца полностью, 100% нет понимания, что происходит, какие конкретно комплексы, ну, скорее всего, это какие-то димеры или какие-то другие продукты восстановления в водородной атмосфере. Но на самом деле было бы очень интересно понять детали этого процесса. Ну, наверное, на этом слайде я остановлюсь немножко подробнее, хотя это как бы физика, но тем не менее, мне кажется, важно понять, что происходит, каким образом вообще этот метод работает. То есть, что нужно понимать? Для простоты можно представить, что наш комплекс содержит всего три спина, хотя в реальности никогда такого не бывает, конечно, больше спина, но важно, чтобы были два спина, два водорода протона, которые пришли из пара водорода, и третий спин на нашем субстрате. Это может быть либо, например, протон, мы рассмотрим здесь, либо непосредственно N15, например, либо какие-то другие соединения, которые координируются. Что важно? Важно, чтобы было неэквивалентное взаимодействие протона или другого спина-субстрата с ядрами водорода. То есть, например, спин-спиновое взаимодействие вот этого протона с протоном здесь должно быть отличным от взаимодействия этого протона с этим спином. Понятно, да? То есть должна быть такая асимметрия непосредственно в комплексе. То есть, если у нас в комплексе такая геометрия, что наш субстрат имеет одинаковые взаимодействия с протонами, ничего не будет происходить. А вот если есть асимметрия, если мы построим энергетическую структуру уровней для вот этой трехспиновой системы и рассмотрим некоторые из подуровней, можно увидеть, что у нас будет наблюдаться антипересечение между такими уровнями. И сразу объясняю, что это значит, когда мы пишем вот эти уровни. Первое состояние — это либо синглет, либо триплет пароводорода, точнее, это состояние вот этих двух спинов. А третий спин соответствует состоянию как бы субстрата. То есть, что такое антипересечение уровней? Во-первых, оказывается, что в некоторых магнитных полях, как раз таки это будет зависеть конкретно от системы, наблюдается антипересечение уровней. И если мы заселяем один из уровней и приносим нашу систему в это антипересечение, то будет происходить конкретное перераспределение поляризации вот в этом антипересечении, и можно населить второе состояние. И вот по это, вот тут можно немножко остановиться, это и есть суть метода Сейбр. Представьте, у нас есть субстрат, и он для простоты, считаем, вообще не поляризован. То есть, у нас есть состояние альфа-субстрата и состояние бета-субстрата равнозаселены. И теперь мы начинаем активно насыщать раствор пароводородом. То есть, для простоты считаем, что весь раствор насыщен исключительно синглетным состоянием пароводорода. То есть, мы, очевидно, заселяем в нашей системе уровней вот этого комплекса состояние синглет альфа и синглет бета. Правильно? Но антипересечение существует у нас только между уровнями синглет альфа и триплет плюс бета. То есть, состояние синглет бета, оно как бы нет никаких антипересечений. То есть, если мы поместим нашу систему, точнее, трубку EMR, например, в это поле и будем здесь производить барботирование, то мы будем конвертировать состояние синглет альфа в состояние триплет плюс бета. То есть, триплет плюс на ядрах водорода. То есть, мы будем заселять, по большому счету, получать гиперполяризованный ортоводород. Но что самое главное, в продукте теперь реакции вы видите, что мы преимущественно получаем состояние бета. То есть, из нулевой поляризации, грубо говоря, одинаковая заселенность альфа и бета, мы получаем стопроцентную заселенность бета. Именно это и объясняет, почему у нас на продукте реакции наблюдается отрицательный сигнал, точнее, эмиссия. Вот в этом и есть суть метода как бы Сейбр. В простейшем случае, конечно, в реальности все гораздо сложнее, нужно учитывать другие спины. Но что еще хочется сказать? Вот это положение этого антипересечения в целом, в основном, будет определяться константой спин-спинов взаимодействия между вот этими протонами в комплексе, и которая будет практически не зависеть от того, какой субстрат здесь присоединяется, но очень слабо зависит. И оно будет определяться разностью ларморовских частот протона и субстрата. То есть, например, если мы это условие рассмотрим для протонов, то есть если мы хотим поляризовать протоны, то положение антипересечения находится в поле 6 миллитесла. Если мы хотим поляризовать непосредственно, например, ядра N15, которые имеют другую частоту, это положение смещается в микротесловые поля, то есть нам нужно уже проводить нашу реакцию барботирования в экране, то есть закрывать от земного поля, сделать более низкое поле. Я, наверное, не буду тут суперподробно останавливаться, но суть в том, что один моль проводорода в целом теоретически может быть переведен в случае, если у нас нет никакой релаксации, в идеальном случае в один моль поляризации на субстрате. Ну, в реальности, конечно, у нас есть релаксационные процессы, у нас есть другая химия. Да, пожалуйста. Ну, здесь 50%? Ну, да, да, да. А, во-первых, на самом деле тут интересный момент, потому что эта накачка, смотрите, обмен может происходить многократно. И чисто теоретически, если у нас есть бесконечное поляризация, бесконечное время релаксации субстрата, мы можем накачать стопроцентную поляризацию. Но мы используем 50%, на самом деле мы иногда используем и стопроцентный пароводород. Ну, и, в общем, можно расписать химическую кинетику этого процесса, да, то есть у нас комплекс обменивает и получает этот пароводород, становится, как мы называем, гиперполяризованным комплексом. Потом у нас может идти релаксация в комплексе, может идти обмен, и как бы образовывается гиперполяризованный субстрат, где мы вводим так называемую эффективность конверсии поляризации в субстрат. И также можно рассмотреть обратный процесс и релаксацию самого субстрата. И, в общем, для того, чтобы проанализировать, какое максимальное усиление можно получить методом Сейбр и проанализировать химические параметры системы, можно решить эту систему уравнений даже аналитически, просто приравняв все эти диверсиальные уравнения нулю, ну, в стационаре, грубо говоря. Мы смотрим, сколько можно накопить максимальной поляризации. И это вот то уравнение, которое мы вывели. И оно, конечно, очень упрощенное. Оно не говорит о деталях спиновой динамики процесса. Но в каком-то смысле оно позволяет более-менее объяснить какие-то закономерности. И даже видно, что, например, в среднем у нас сигнал, это эпсилон, это усиление сигнала, которое возможно. Вот у нас есть такой фактор, максимальное теоретическое усиление. Если вот это 4x, это доля пар водорода. То есть если у нас доля пар водорода единица, то есть весь пар водород, у нас этот член единица. Если у нас доля пар водорода 1,4, как в нормальном водороде, у нас как бы и нет усиления, ноль. Ну и, соответственно, от концентрации катализатора все практически линейно. Потом начинаются эффекты. От концентрации субстрата, к сожалению, у нас обычно обратно пропорциональная зависимость, именно поляризации. Потому что необходимо, чтобы субстрат диссоциировал, для того чтобы пар водород мог присоединиться к этому комплексу. Но суть в чем? Суть в том, что, наверное, один из основных моментов, когда эту формулу мы вывели, стало понятно, что, смотрите, r – это скорость релаксации субстрата, rc – это скорость релаксации комплекса, такая усредненная эффективная скорость. Представьте, что скорость релаксации эффективная либо в комплексе, либо в субстрате у вас очень большая. То есть этот член будет доминировать. А что такое скорость релаксации? Это обратное Т1, грубо говоря. То есть у нас усиление будет пропорционально Т1 эффективному. Очевидно, что чем больше, как я уже сказал, чем дольше можно накапливать эту поляризацию на субстрате, тем больше можно накачать. И вот у нас есть, по сути, группа, которая изобрела этот метод, группа профессора Дакета в Англии. И они активно занимаются тоже и химией. И они синтезируют разные леганды и смотрят влияние легандов в катализаторе. Помните, в этом иридиевом комплексе, вот этот гитерио-циклический карбен, они меняют разные группы, они меняют разные заместители и смотрят, как это влияет на кинетические процессы, смотрят, как это влияет на релаксационные процессы. И они действительно показывают, что действительно в очень многих вещах все сходится с предсказаниями этой формулы. И самый банальный и парадоксально простой вывод, что нужно стараться замедлить релаксацию в комплексе как можно больше. То есть желательно убрать все магнитные ядры, заместить, например, протоны на дейтерии, потому что у дейтерии у нас меньше гермогнитное отношение, соответственно, будет меньше вклад в диполь-диполь на релаксацию. То есть действительно на таких комплексах, где они дейтерируют все, например, все группы и даже в субстрате берут побольше, ставят дейтерии там, где они не хотят видеть поляризации, можно накачать поляризацию на уровне порядка 50%, например, уже показано на субстрате. Ну и, естественно, например, можно поляризовать таким методом ядра N15. И вот здесь точно недавно статья вышла, которая показывает, что поляризация на N15 действительно линейно коррелирует с эффективной релаксацией этого ядра в низком поле, где эта, собственно, реакция проходит. Например, для поляризации N15 нужно делать реакцию примерно половины микротесла. То есть нужно поставить экран и непосредственно делать барботирование там. Ну, наверное, вот мне хотелось поделиться с вами еще такой интересным наблюдением. То есть обычно методом EMR можно смотреть этот процесс активации непосредственно in situ, непосредственно как бы в спектрометре, проводить барботирование, смотреть, что происходит. И мы обычно видим, мы видим вот этот процесс, когда эта активация идет, видим этот комплекс, но обычно после активации мы только видим этот комплекс. Оказывается, идет, ну, это не слишком сложно понять, могут идти процессы обмена с контр-ионом, который используется у нас обычный хлорид, и он может замещать один из субстратов, или даже с растворителем, который тоже может туда вставать. Но эти процессы могут оказаться, как говорится, оказать негативное влияние на метод Сейбер, потому что смотрите, что происходит. В этом комплексе, в активном, у нас оба протона имеют одинаковый химический сдвиг, и, собственно, синглетное состояние там может жить какое-то время. Однако если у нас идут процессы, где химический сдвиг меняется, то есть у нас уже несимметричное окружение, то здесь может происходить ортопароконверсия, то есть это может ухудшать метод Сейбер, и мы вот обнаружили эти комплексы, я, наверное, пропущу здесь, не напрямую. То есть вот это то, как выглядит непосредственно обычный спектр ЕМР. Это минус 20, минус 30 ппм, то есть это потому, что они сидят на металле, на иридии, у них очень отрицательный химический сдвиг. Что мы делали? Мы решили посмотреть, как будет зависеть сигнал водорода, а водород резонирует примерно 4,6 ппм. От накачки вот в этом положении. То есть мы, например, использовали очень долгий импульс и просто просняли сигнал водорода, интенсивность сигнала водорода от частоты просто накачки вот в этом регионе. Мы, грубо говоря, светим в никуда, мы не знаем, есть там что-то или нет, и смотрим, как отреагирует сигнал водорода. И смотрите, это вообще метод, который называется Chemical Exchange Saturation Transfer. То есть мы насыщаем что-то, даже если там есть какой-то интермедиат. Если есть химический обмен с водородом, мы можем увидеть, если мы насытили что-то, попали куда-то, где находится сигнал интермедиата, даже если мы его не видим, мы можем увидеть, что сигнал водорода подсаживается. И вот это такой метод. Я вообще на самом деле не видел, чтобы его так активно использовали в химии. Его часто используют в томографии, для получения контрастов, даже на глюкозе. Но, например, в химии мы такого не видели обычно. Хорошо. И получается, если у нас есть, например, очевидно у нас будет резонанс, резонанс непосредственно на минус 23 пи пи м, когда мы попадаем в линию вот этого гидрида. То есть вот этот сигнал свободного водорода, он подсаживается очень сильно. Но мы также увидели, что у нас есть какие-то другие пики в растворе, которые мы в обычном спектре не видим. Мы как бы поняли, что оказывается, это вот как раз эти хлориды. Это была проведена реакция непосредственно в перидине. То есть непосредственно, когда у нас нет никакого метанола, а только перидин как растворитель, мы эти пики видим даже непосредственно в самом обычном спектре ЕМР. А если мы добавляем какой-то, меняем контрион, грубо говоря, эти пики исчезают. То есть когда у нас есть контрион, который не может координироваться, таких пиков нет. И это действительно пронаблюдалось и даже в спектре. То есть когда мы заменяем контрион, эти сигналы исчезают. А вот этот третий широкий сигнал, мы считаем, что это как раз таки метанол, координирующийся к нашему катализатору. И есть другие подтверждения, что это именно так. И вообще, наверное, очень долго можно рассказывать про детали, химические детали процесса и про детали спиновой динамики. Я приглашаю вас прочитать это ревью, если вам это интересно, которое было написано в соавторстве коллаборации с Константином Львовичем Иваном. И, к сожалению, да, не так давно его не стало. И я считаю, что это, конечно, очень большая потеря для нашего поля, потому что он много очень сделал. Но там в этом ревью очень много написано и деталей, механизмов процесса и как можно получать поляризацию. Но в целом, как, например, выглядит типичный эксперимент, когда мы хотим поляризовать, например, ядра N15. У нас есть вот этот, может быть, извините за мой жаргон, уже давно не был в России, трубка EMR. И мы туда поместили наш растворитель, катализатор, субстрат. И у нас есть капилляр, с помощью которого мы барботируем пароводород. И вот я уже показал, у нас эта система стоит, где мы ин-ситу получаем пароводород. И мы ставим это вот все, включаем. У нас есть такая система газового потока. Нажимаем кнопку с задержкой спектрометра. Ставим это непосредственно в шилд, точнее, в экран, который экранирует. Видите, там очень все сложно. Ставим какой-то рулон бумаги, чтобы по центру все было. И потом, после буквально 30 секунд, можно уже ставить дробометр в спектрометр и запускать acquisition. И мы видим очень большой сигнал, например, на азоте 15, который обычно практически не видно даже в термическом спектре. И вот этот метод, который использует поляризацию ядер N15, потому что ядра N15 координируются очень сильно к катализатору, и у них константы специфильного взаимодействия с водородами большие. Можно населять большие поляризации. И этот метод даже получил отдельное название. Saber Sheath. Sheath – это типа ножны. Ну, в общем, видите, у нас там люди развлекаются как могут. Но, в общем, очень много классов молекул. На самом деле можно поляризовать нитрилы, гидроциклические соединения, многие природные соединения можно поляризовать. В том ревью очень много про это написано. И вот, ну, просто такой пример тоже из моей работы. Какой уровень поляризации возможен на ядрах N15? Вот сверху приведен спектр, термический спектр перетина N15-меченого, как жидкость, в поле 9,4 Тесла. И вот это, собственно, какой сигнал мы получаем с одного скана. А это сигнал на молекуле метронидозол, которая находится в растворенном состоянии. Это естественное содержание ядер N15, а естественное содержание – это 0,37%, по-моему. И у нас получается всего лишь такая концентрация ядер дает сигнал, который больше сигнала термического насыщенного в меченую оперидину. То есть, ну, там релаксирует, подрукольный. Ну, в общем, метронидозол, чем он интересен? Он интересен тем, что, вообще говоря, уже в позитронно-эмиссионной томографии используется и клинически разрешен агент с похожей структурой, он называется F-майса. И это используется как сенсор гипоксии, сенсор условий, в которых у нас идут очень, например, раковые ткани или органы с пониженным содержанием кислорода, повышенной кислотностью. Можно смотреть из-за того, что метаболизм этой NO2-группы там можно наблюдать. И есть основания полагать, что это может потенциально быть, потенциально использоваться в будущем как контрастный агент томографии. Потому что, кстати, знаете, это уже было сделано после меня, когда я ушел из лаборатории Эдуарда Чекменева. Но вот на этом N15, если его пометить, поляризация, то есть T1 больше 15 минут. Представляете? Потому что здесь далеко находятся все магнитные ядра. То есть можно реально накачивать и в течение, скажем так, смотреть процессы, которые происходят в организме в достаточно длительном временном интервале. Да, в жидкости. Ну, в общем, если мы говорим о применении вот этого метода в томографии, да, это все замечательно, но у нас всегда есть в растворе присутствует катализатор. Вот это является основной... То есть в воде мы уже научились получать, есть комплексы, которые можно сделать леганды водорастворимые, но катализатор, от него нужно избавляться, если мы хотим реально говорить о каких-то приложениях ин-виво для людей. И, в общем, оказалось, мы попробовали очень банальную, достаточно простую идею. А что, если использовать какие-то вещества, даже коммерчески доступные, они называются scavengers по-английски, я даже не знаю, как по-русски они называются, ну, вещества с подложкой, которые могут адсорбировать металлы. И оказалось, что да, очень многие коммерческие доступные вещества могут... Ну, мы сделали несколько экспериментов, посмотрели, просто оставили на ночь в растворе, и изначальная концентрация катализатора там была миллималярная, она уменьшается, и мы проверили некоторые вещества, оказалось, что действительно они могут очень эффективно адсорбировать катализатор. То есть в целом это проблема техническая, ее можно решить после гиперполяризации, если мы действительно хотим строить реактор большего размера для производства, ну, по сути, гиперполяризованных контрастных агентов, можно это все фильтровать, и мы это опубликовали, все действительно работает прекрасно, и поляризация как бы не зависит, не умирает от того, что мы добавляем вот эти вещества, но катализатор адсорбируется, и повторные попытки реполяризовать раствор не проходят. Более того, мы проверили и другими методами, более чувствительными на концентрации металла. По сути, можно полностью удалить металл из раствора. То есть технически это все возможно. Наверное, у меня остается не так уж много времени, я просто хочу быстренько пройти и рассказать, чем мы сейчас активно занимаемся в Майнце. Мы именно пытаемся использовать другие методы детекции сигнала ЕМР, отличные от классического ЕМР в сильных полях, а именно ЕМР, так называемый, в нулевом поле. Почему вообще в нулевом поле? На самом деле, мне кажется, это интересно. Вот если начать спрашивать вопрос, почему вообще ЕМР и МРТ такие непортативные? Ответ кроется в том, что они используют очень большие магнитные поля, обычно это сверхпроводящие магниты, которые большие, тяжелые, там есть жидкий азот, жидкий гелий, их как бы сложно устанавливать, сложно транспортировать. И также, по сути, это является той же причиной, почему методы ЕМР и МРТ достаточно опасны, то есть нельзя подходить с металлическими предметами, иногда происходят какие-то несчастные случаи, и все это можно было бы решить, если потенциально делать МРТ и ЕМР без магнитных полей. То есть я, наверное, не буду подробно останавливаться в детали, как мы детектируем сигнал ЕМР классически, на чем он основан, но он основан на индукции Фарадея. И если вдаваться в подробности, сигнал будет зависеть от поля как квадрат, то есть обычно мы используем сильное магнитное поле, чтобы поляризовать образец, и оно же выгодно использовать для детекции. Но когда у нас есть проводород, когда нам не нужны большие магнитные поля, мы можем производить сигнал, по сути, который не будет зависеть от магнитного поля. Соответственно, у нас уже пропадает. Да. Давайте я сейчас закончу чуть-чуть. А второй, как можно детектировать сигнал вообще? Можно ли вообще детектировать сигнал без магнитных полей? Оказывается, что можно, но для этого нужно использовать другие методы, в частности, атомные магнитометры. Я здесь очень упрощенно использую схему, что такое атомные магнитометры. Естественно, там все намного сложнее. Но суть в том, что у нас есть ячейка с парами, например, щелочных металлов, типа рубидия, цезия или калия. У нас есть лазеры, у нас может быть несколько лазеров, поляризованные. И эта ячейка становится чувствительным сенсором магнитных полей. Настолько чувствительным, потому что даже если мы поднесем реально ампулу EMR непосредственно к этому прибору, он может почувствовать сигнал, магнитный сигнал от наших спинов там. То есть мы меряем не индукцию, а меряем непосредственно магнитное поле. И обычно такие методы особо чувствительны как раз-таки в очень слабых полях, как раз-таки микротисловых порядка нулевых полей. И что меня очень радует как химика, сейчас можно купить вот такие приборы, которые доступны коммерчески, так называемые атомные магнитометры. И вот сейчас второе поколение этих магнитометров выглядит примерно так. То есть там внутри находится ячеечка вот с этим щелочным газом, парами. Там есть лазеры такие. И все это по оптоволокну установлено. Ради чего все это сейчас делается и развивается? Это делается с целью магнета энцефалографии, потому что можно было измерять сигналы, очень маленькие сигналы, исходящие из мозга в ходе как бы когнитивных процессов. И мы решили использовать эти же приборы, попробовать, можно ли ими детектировать собственно сигнал EMR. И оказывается, что все это можно. Вот у меня студент, когда еще до переезда в Майнс в Беркли, мы собрали такой портативный спектрометр. И там поляризацию, кстати, у нас не получилось, не успели мы пронаблюдать. Начался COVID как раз, ему пришлось выезжать. Но в Майнсе мы уже продолжаем эти исследования. И вот одна из последних работ, которые мы сделали, это непосредственное детектирование сигнала Сейбр в нулевом поле. То есть нам теперь не нужно никакого переноса образца в сильное поле. Можно непосредственно поляризовать и детектировать в одном и том же поле. И вот примерно такие сигналы получаются. Можно его делать в течение нескольких часов, эксперимент. И на самом деле это очень перспективно, на мой взгляд, потому что мы действительно избавились от необходимости больших магнитных полей. То есть у нас установки, в которых мы можем получать химическую информацию без использования магнитных полей. Для химиков я старался сегодня как бы вот так. У меня доклад называется «Проблемы и возможности». На самом деле сложно разделить проблемы от возможностей, потому что возможности обычно как раз-таки находятся там, где есть проблемы. Но, например, до конца непонятно, как происходит деактивация вот этих комплексов. Что конкретно происходит? Какая химия деактивации? Как бы нам ее отключить, например? Можно ли бы, вот, например, здесь сигнал видно, когда мы барботируем на таком длительном промежутке времени. Мы видим, что он все-таки спадает примерно за несколько часов. То есть все-таки происходит деактивация катализатора. И что конкретно происходит, непонятно. И как это, возможно, можно было бы остановить? Это очень интересно. Для разных приложений, не только биомедицинских, даже приложений фундаментальной физики, где производятся, например, гиперполяризованные мишени. И для экспериментов по ядерной физике. Потом, например, непонятно. До сих пор пока, ну, за исключением кобальта и двойных связей, в целом нету других металлов, не открыли другие комплексы, которые бы способствовали наблюдению этого эффекта. То есть там ничего, как бы, сложного, казалось бы, нету. Есть условия, чтобы был обмен и пара водорода, и субстрата. Есть условия, чтобы была неэквивалентная константа с принципиального взаимодействия. Ну и достаточно не очень короткие времена релаксации в комплексе. Казалось бы, не очень сложные условия, но вот все вместе пока что сложно найти такие комплексы. И вот только комплексы на основе Иридия, типа Краптри или вот этого комплекса, были использованы и показаны в литературе. То есть на самом деле поле непаханное. То есть можно потенциально найти очень много комплексов, что потенциально может открыть разные возможности для химии и для разных функциональных групп, для поляризации разных функциональных групп. Ну и, собственно, да. Недавно, кстати, Limited Chemistry, недавно открыли метод, как можно увеличить, как бы, диапазон субстратов, которые можно поляризовать методом SABER. И его назвали SABER Relay. В чем суть этого метода? Суть в том, что сначала поляризуется какой-то субстрат, который может непосредственно координироваться к металлу. Например, аммиак. А потом химический обмен приводит к поляризации. Например, протоны могут обмениваться с другими какими-нибудь OH-группами, веществами в растворе. И в низких полях поляризация может перераспределяться как раз-таки в тех молекулах. Более того, можно использовать второй комплекс. Например, если у нас есть субстрат, который координируется к двум разным комплексам, и есть какая-то молекула, которая не может координироваться к первому комплексу, но может координироваться ко второму, в принципе, это должно быть возможно поляризовать их таким образом. И вот группа профессора Дакета в Англии, она показала поляризацию спиртов, поляризацию фосфор, содержащих соединений, глюкозы, например, и так далее. Очень много, на самом деле, открывается класс веществ, которые можно поляризовать. И эти вещества, например, глюкоза. Это же очень важно и интересно было бы ее детектировать, возможно, без использования каких-то магнитных полей. И с этой целью я, когда писал мою заявку, чтобы приехать в Майнс, я именно и писал, что мы будем пытаться сделать эксперименты, соединить мета-сейбер-рилей с детекцией в нулевом поле. И у нас уже есть результат. Мы действительно пронаблюдали гиперполяризованный метанол в нулевом поле, поляризованный методом сейбер-рилей за счет поляризации с аммиаком. То есть это все возможно. И на самом деле это открывает очень много перспектив, на мой взгляд. То есть сам метод детекции в нулевом поле в комбинации с гиперполяризацией, конечно, я не говорю, что это заменит нам обычный EMR. Ни в коем случае. Обычный EMR – это уже такое большое поле, как бы и МРТ, ничего с ним не произойдет. Но какие-то дополнительные, комплементарные возможности, уникальные возможности мы можем делать и в нулевых полях. В частности, как я это вижу, когда мы не фокусируемся, например, на том, что мы хотим увидеть всю химию, которая происходит у нас в образце, а наоборот, мы поляризуем какое-то одно вещество и смотрим, какие реакции происходят в этом веществе. Даже если все остальное не поляризовано. То есть мы как бы освечиваем какой-то один из путей, один из химических процессов. И мне кажется, это может быть очень перспективным для детекции, например, биореакторов, точнее, каких-то процессов, которые чисто технически иногда сложно засунуть, например, в сильное поле. И какие-то процессы с нулевым полем можно строить более большие установки, можно реально делать большие реактора, в которых мы можем нагонять давление, реакторы, большое давление. Я хочу просто сказать, что я сегодня фокусировался на пароводороде, очевидно, и немножко рассказал про оптические магнитометры, как метод детекции. Но существуют и другие методы гиперполяризации, в частности, динамическая поляризация ядер, так же, как и существуют другие методы детекции, в частности, детекция с помощью азотных вакансий в алмазах. Но я не буду об этом сегодня говорить, но это реально возможно позволит детектировать сигналы на уровне уже очень нанолитровых образцов. И поэтому я вижу и надеюсь, что рано или поздно мы придем действительно к детекции сигналов EMR и наблюдению химических процессов на микрочипах. То есть полностью избавимся от необходимости использовать большие магнитные поля. Ну и заключение. Просто хочу сказать, что я вижу это действительно как новое направление, не просто какой-то метод Сейбер, а реально новое направление катализа трансфера на магничности. Когда у нас есть какие-то химические процессы, например, можно так представить, и спиновый порядок переходит из одной молекулы в другую в ходе химических превращений. У нас могут быть, конечно, релаксационные процессы, которые на каждом из этих шагов уменьшают эффективность. Но тем не менее, мне кажется, это очень интересно, потому что, может быть, даже брутто нету ничего и не происходит никакой химии, а спиновый порядок переносится из одной молекулы в другую. И только благодаря тому, что мы знаем, как его наблюдать, где на него смотреть, мы это и можем видеть. И вот аналогия тут может быть проведена как бы с током. То есть у нас есть ток и проходит через разные компоненты системы. То есть даже моделировать вот эти процессы потенциально можно с помощью таких простых аналогий. Поставим. Ну, конденсатор обычно приводит к каким-то вот как раз исцеляциям или там... Ну да, кстати, интересная идея. В общем, на этом у меня все. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, которые в течение последних лет со мной сотрудничали, без которых какие-то части не могли бы быть выполнены. И, конечно, я хотел бы поговорить вас за внимание и всех слушающих онлайн. Спасибо большое. Здорово. Было очень интересно. Спасибо, да. Так, ну, я так понимаю, тут, Данил, еще силы на вопросы-то остались. Отлично. Значит, ну мы видим там у нас в чате, во-первых, пару вопросов. Давайте сначала, может, живая аудитория. Если есть вопросы, то к микрофону только, пожалуйста, поскольку у нас уже 34 человека нас минимум слушают, чтобы они тоже были в курсе. Чтобы про этот разговор был, все-таки есть люди, которые... Адам, смотри, микрофон. Есть ли люди, которые катализаторы вот эти вот делали, чтобы твердотельный? Или это только на колитовом патроне 33-го института идет? Я не знаю, но насколько мне известно, что есть одна работа по активации вот именно пароводорода на твердом веществе и непосредственно смотреть на усиление вот без какого-либо субстрата, но она не была воспроизведена. То есть в целом это очень интересное направление. Но дело в том, что вы можете поехать в 33-й институт, там купить габкалитовые патроны, у них там целый набор. Какие патроны? Да, габкалитовые. Габкалитовые. Да, ну причем там еще даже поляризуется такая штука замечательная, как ципролет. Ципрофлоксацин – это фторированный хинолон. Ну очень интересно. И в нем спор поляризованный. Прелесть его в том, что он разрешенный антибиотик. Ага. Вот его от ковида, кстати, это Трамп, по-моему, предлагал. А это гидроксиклорокфин, что ли? Нет, это... Другой. Ципрофлоксацин называется, производная хинолона. Мы, кстати, тоже в свое время предлагали, как контраст для МР. Оказалось, что он убивает микробов. Вот сейчас популярный антибиотик. Спасибо. Очень интересно. Ципролен. Спасибо. Покупайте в аптеке. Хорошо. Вот так вот так. Так, ну еще, коллеги, задавайте еще вопросы. Павел Анатольевич, давай. Да, мне немножко в ту же степень, может быть, вопрос. Касаемо катализаторов для Сейбр и мобилизованных, например, на полимерно-носителях. То, что показал, допустим, с Кэмиджером, ловушки для тяжелых металлов. Ну, можно ли закрепить, например, резидевый комплекс на полистирольных шариках? Ну, типа Solid Face, обычные... Да, на самом деле ведутся такие работы. Более того, они даже ведутся у нас в томографическом центре в лаборатории Игоря Валентиновича Коптюга. Это все интересное очень направление, есть много интересных результатов. Но мое личное, пока что я просто вижу, понимаете, практически, да, для того, чтобы что-то использовать ин виво, например, туда соваться с поляризацией меньше 5%, ну, как бы даже и не стоит. Пока что мне неизвестны системы гетерогены, где бы получалось уровень поляризации больше 5%, например, на гетероядах. То есть обычно все равно это менее эффективный процесс поляризации. Почему это так? Ну, скорее всего, идет процесс релаксации на поверхности. Возможно, идут процессы диффузии в этих пористых веществах. То есть я думаю, что это очень интересная тема, но мне лично, вот с практической точки зрения, пока кажется, что гомогенные комплексы работают эффективнее. Хотя, может быть, когда-нибудь будет действительно сделан гетерогенный привитый наноситель комплекс, который очень эффективный. Вот так. Второй вопрос конкретно по временам релаксации. То есть какие характеристичны времена релаксации, например, для продуктов, поляризованных по Сейбор, допустим, на протонах и на тяжелых ядрах? Вот. Ну, тяжелыми мы даже Н-15 назвать, но на самом деле очень часто время релаксации зависит сильно от гермагнитного отношения. То есть чем больше гермагнитное отношение, тем больше сигнал, как бы обычно, но и тем быстрее релаксация. То есть на протонах сложно найти молекулы, у которых релаксация дольше 30 секунд. Ну, 30 секунд – это уже достаточно долго для протона. Например, на Н-15 я сказал, рутинно обычно минута, две минуты, а в некоторых случаях даже 15 минут. Потому что гермагнитное отношение очень маленькое, он как бы не взаимодействует. Его и поляризовать, и детектировать поэтому тяжело. Но так как мы умеем его поляризовать, мы можем его детектировать. И в релаксации очень долго. Есть, кстати, идея, когда мы поляризуем, например, Н-15, храним его на Н-15, а непосредственно для детекции мы переносим поляризацию на протоны и детектируем на протонах. То есть эффективность детекции, таким образом, будет выше, а мы используем тот факт, что время жизни долгое, чтобы сохранить поляризацию. Мне очень нравится, как химика, что реально можно переносить поляризацию на другие ядра, потому что про пароводород и про гидрирование мы много слышим, но как химика я не всегда могу это использовать. Вопрос, во-первых, а реально какие самые тяжелые ядра таким образом поляризовали? О, хороший вопрос. Я вот с селеном Тилуровым работаю. У меня вот задача, например, по селенам нужно померять. Ну, с олова 119, по-моему, да, у него поляризация. Ну, то есть, как это обычно делается? Обычно, например, все равно берется какой-нибудь перидиновый фрагмент, например, Н, да, перидиновый, и какой-нибудь заместитель, какое-нибудь ядро, вот, например, они олова вставили, вот, перидин, там, какой-то заместитель, и поляризация перераспределяется по всей молекуле, и они реально детектируют ее на этих ядрах. То есть, соответственно, чтобы накачать конкретное ядро, просто вот магнитным полем это управляется. Ну, то есть, нужны вот спин-спиновые взаимодействия в молекуле. То есть, все передается через это спин-спиновое взаимодействие, а в слабом поле, ну, это как можно понимать? Представьте, в сильном поле у нас все уровни энергии, как бы, разделены высоко, и какой-то из них заселен или несколько заселяется. Чтобы перераспределить, нужно принести систему, как раз где эти уровни очень близко находятся, в это состояние антипересечения. И поэтому нужны низкие поля. А необходимые условия – это вот спин-спиновые взаимодействия. Я понял, да. И второй вопрос. Saber-relay тоже очень мне нравится, потому что, опять же, чистым пароводородом – это восстановительные условия. Опять же, с точки зрения химии, это не всегда желательные условия. Но какова эффективность поляризации вот этого самого конечного продукта поляризации? Потому что тут очень много каких-то стадий. Я так понимаю, что на каждой где-то может быть потеря этой эффективности. Да. Ну вот, смотрите, Saber-relay, он был открыт и вот реально показан не так давно. Ну, несколько групп уже начали этим работать. У нас в Тома-центре. Опять же, Игорь Летинович и мы занимаемся. И пока что так эффективно, как это сделал Duckett, вот группа, которая изобрела, не получилось показать. Но они, смотрите, что показывают. Вот, например, они говорят, C13 – сигнал на глюкозе. Вот это один скан методом Saber-relay, а это, значит, 900 сканов термических. Вот такой вот у нас сигнал. То есть у них реально в статьях в сотни раз, в сильных полях, 600 раз, по-моему, усиливают за сигнал пропануло в достаточно сильных магнитных полях. Ну, то есть это достаточно серьезное усиление на самом-то деле. И как они делают эксперименты? Они не делают барботирование, они обычно кладут все в трубку EMR, насыщают, откачивают, потом закачивают водород, пароводород закрывают и трясут. Они реально ее трясут просто в каком-то поле, они стоят там недалеко от спектрометра, который они нашли. Потрясы кинули. Да, 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 закинывают. И у них вот таким методом получается, к сожалению, для нас эффективнее пока, чем мы с нашими как бы вульбуляторами с барботированием. Ну, это очень здорово, да, потому что, опять же, чисто с практической точки зрения, скажем, очень плохо растворимое вещество, очень низкая концентрация, очень сложно долго копить углерод. А так вот можно, наверное… Да, чисто как бы нефокусить, то есть, опять же, универсальности… Ну, Saber Relay, он действительно получается такой гораздо более универсальный. То есть, если вот присутствие катализатора, если присутствие водорода в растворе не изменит вашу молекулу, а если есть просто задача проверить, например, в синтезе что-то получилось или нет, и не хочется долго сидеть копить этот сигнал, то действительно, мне кажется, это может быть перспективным, когда мы берем, добавляем вот эту вашу аликвоту из вашего синтеза в нашу Saber-систему и просто смотрим, есть ли там эти пики. Да, было бы очень круто. Последний вопрос, когда у нас будут коммерчески доступны вот эти вот EMR-спектрометры на этом… Глоуфилд? Нет, ну, во-первых… Нет, на этих, на магнитометрах. А на магнитометрах… Ну, а, кстати, к сожалению, эти магнитометры, я, конечно, так показал, они все равно гораздо менее чувствительны по методу детекции, но уже сейчас доступны, например, беншток-спектрометры. Беншток, поле там один Тесла, полтора Тесла, его можно поставить в тягу. Нет, но эти магритеки и так далее… Да-да-да, это я знаю, я имел в виду, что это же получается еще более компактная ситуация. Все-таки магритек, ну, какая-то такая вот духовина. Тут в целом можно и еще более компактно, потенциально в будущем сделать, но по чувствительности пока, конечно, несопоставимо, но мне кажется, идеи интересны, мы в их сторону работаем. Понятно, здорово, спасибо. Спасибо. Когда-то обычные EMR-спектрометры тоже про настольные, никто особо не говорил, а сейчас продаются за доступные деньги. Мы как бы пришли обратно от низких полей, шли в высокий, а сейчас идем обратно вниз. Понятно. Ну, так. Так, ладно, давайте еще из чата немножко. Озвучим, значит, пара вопросов. Скажите, пожалуйста, а если перидин заменить на пентафтор перидин, можно ли таким образом усилить сигналы фтора? Я думаю, да. Более того, это уже было показано. Но непосредственно, по-моему, не на этой молекуле, типа пентафтор перидин, но какой-то, по сути, гомолог перидиновых соединений с фтором, да? Это показано уже. Окей, так, и еще один вопрос. Если комплекс благородного металла, ну, то есть перидиевый, да, значит, делать или брать не со стабильным карбеном, что сделано уже, а какие-либо другие стабильные радикалы использовать, что может это дать? Ну, тут разговор, наверное, идет, поскольку я знаю, Дмитрий Геннадьевич Мажукин задал, это не троксильные, но, может быть, третильные радикалы. Радикалы с электроном. Да, да. И смотрите, карбен-то там электронов у нас нет, он этими двумя электронами как бы сидит. А, это просто метод прикрепления получается. Да, это просто метод прикрепления, и они оказываются, ну, просто эти карбеновые леганды очень обладают интересными электронами и истерическими свойствами, ну, конкретно, в частности, здесь. То есть, если у нас есть какие-то электроны там в комплексе, это будет отрицательно оказывать влияние на релаксацию, то есть мы, наоборот, не хотим, чтобы никаких парамагнитностей у нас не было. Понятно, просто метод DNP-то, в общем-то, на радикалах-то как раз и делается. А DNP, он как раз-таки основан на радикалах. Он на радикальных как раз-таки, на радикальных взаимодействиях. Да. Ну, окей. Так, ну, если есть еще вопросы, давайте задавайте, да, Павел Анатольевич? Задавай еще вопросы. Тема горяченькая. Вопросы практические. Ну, вот, допустим, условно. Есть у меня для школьников бенштоп-спектрометр, гемерный. Насколько я видел из презентации, сделать пароводород – это такая задача наколеночная. Ну, по большому счету. Вопрос в катализаторах ортопарконверсии. Они доступны коммерчески, их можно купить, их нужно делать или как-то… Активированный уголь в аптеке можно купить. А, это и… Да, то есть, смотрите, как конвертируется пароводород, в чем суть, да? И в целом, суть даже метода, индуцированной пароводородом поляризации ядер, в том, что нужно разбить эту магнитную эквивалентность ядер. То есть, когда мы ее разрываем, то есть, когда два ядра чувствуют немножко разное магнитное поле, у нас уже система уходит из этого триплетно-синглетного базиса, и базисом будут являться другие состояния, и переходы становятся возможными. То есть, обычно катализатором ортопароконверсии являются парамагнитные вещества, типа активированный уголь, например, оксид железа, гидроксид, оксид железа. И суть в том, что у нас создаются большие градиенты магнитного поля на размерах молекулы. То есть, когда молекула проходит, она в низком поле конвертируется в термодинамически выгодное состояние, а это вот как раз пароводород. Да, то есть, это все легко, активированный уголь можно использовать. Как вариант. Спасибо. В общем, это легко и доступно, все понятно. Здорово. Так, ну если в чате у нас тишина, звуком, голосом тоже никто больше не желает. Данила, спасибо. Огромная, великолепная лекция, просто интересно. Так, что-то еще какой-то. Леша Кирютин пишет. Не уверен про активированный, но продается вот этот катализатор. А, уже ссылки даже тут дают, где катализаторы можно добыть. Да, да, да. То есть, уже вот сразу. А что, не продается больше активированный уголь? Нет, продается, продается. Нет, ну тут уже прям катализаторы коммерческие в Сигме продаются. Ну, как бы зачем брать дешево, когда можно дорого. Вот, ладно. Данила, спасибо, очень здорово. Наверное, метод надо, может быть, подумать и развивать более активно. Причем сейчас он переходит из стадии вроде как фундаментальных, уже практически конкретно. Я бы сказал, да, потихоньку больше и больше групп входит, кто никогда этим не занимался. Именно потому, что достаточно низкий порог входа в плане лекции. Просто начать заниматься, да, особо там чего-то хитрого не нужно. Да, давай, Павел Анатольевич, такая ламповое заседание выучилось. В контексте, допустим, дальнейших применений в томографии, да. Ну, то есть томограф, МРД томограф все представляют, да. Но там была даже фотография с торчащими ногами, да. В которой там кого-то совывают. А в контексте, допустим, там, ухода в низкие поля. Насколько я помню, допустим, для тех же спектрометров на постоянных магнитах, там есть проблемы с однородностью, и вот эту вот чушку магнитную так просто не сделать, чтобы можно было туда кого-то запихать. А как, ну, соответственно, с этим, то, что показало эти атомные магнитометры, они вообще там микроскопические? Не, ну они-то как бы, ну, они маленькие. Ну, да. То есть это, есть ли какие-то представления о том, как это может быть реализовано на крупных масштабах? То есть это какой-то массив или это... Задача, смотрите, эти магнитометры, они очень чувствительные, но они работают, они могут мерить поля, как бы, работают в полях до стана на Тесла. Это ниже, чем земное поле. То есть нужно экранировать от земного поля, поэтому-то мы и делаем эти шилды. Или можно использовать, например, полностью, если у вас есть комната. У нас есть. Серьезно? Ну, насколько я помню, у нас одна из комнат. Я раньше ставил первый спектрометр, ремерный. А, ну, там, наверное, не тот уровень, конечно. Ну, там клетка Фарадея, но она, наверное, не знаю, сколько. Нет, клетка Фарадея. Тут именно нужна из этого материала, который воплощает в себя, как бы, очень эффективно линии магнитного поля. Ну, я точно знаю, что в НГУшке есть у геологов магнитометы, которые стоят в специально изолированном... Те, кто изучают магнитные поля, земли. Ну, наверное, да. Я думаю, там можно это делать уже никакие шилды, эти, как бы, вся комната непосредственно строить. Вот можно делать массивы этих магнитометров и вокруг. Ну, то есть даже в целом потенциально, почему нет, не делать шлем, да, и уже... Какой шлем? Колбу обглеить, реакцию во времени за ней следить. Мне просто интересно, в кондексе, допустим, там, медицинской томографии. То есть так в гидрокостюм... Ну, в каком-то смысле оно может к этому и прийти, потому что одно из преимуществ магнитометров... Пока что, опять же, надо четко понимать, что сильно, как бы, мы пока получаем гораздо меньшую чувствительность там. Ну, что понятно, что со временем все будет только улучшаться в плане чувствительности. И нужно понимать, что... Блин, мысль ушла. Что это все равно, что пока тяжело на уровне ресерча, но, мне кажется, мы достигнем тех уровней, когда и поляризации, и детекции, когда мы сможем, может быть, конкурировать действительно с какими-то вещами, которые делают в high field MRT. А, ну, и, кстати, вот что я спорю сказать. В обычной томографии мы, например, не можем изучать какие-то процессы, когда мы хотим двигаться, да, или смотреть метаболизм там в мышцах. Мне кажется, вот эти темы могут преимущественно как раз-таки вот... В реальном времени. В реальном времени, да, да. Ну, здорово. И у меня еще небольшой вопрос. Конечно, пожалуйста. Есть такой проект Elegant NMR, может быть, слышал. Ну, это ребята из... выход из МГУ. Как называется? Elegant NMR. Elegant NMR. Ну, у них там есть Elegant Mathematics компания. Они делали... Ну, в свое время они пообещали сделать очень компактный MR-спектрометр на постоянных магнитах. Работа, которая позволяет в это время инфектировать все возможные магнитные ядра. И за счет переноса к располяризации... Я, кстати, не в курсе об этом. А, понятно. Ну, вот я хотел спросить... Спасибо. В курсе ли и как-то... Ну, это очень интересно, если у них есть такого рода приборы. У них, по крайней мере, они напирали на алгоритмы детекции. По крайней мере, что-то у них сейчас получается, но у них там... Это трансформировалось из палки, которую можно сунуть в раствор и помешать. Чтобы там что-то более интересное. Интересно. Нет, мне на самом деле такого рода, да, интересно. Это скинул с рукой. Спасибо большое. Так, значит, маленький комментарий еще, опять же, от Алексея Кирютина. Один магнитометр стоит примерно миллион рублей. Шлем из 30, это 30 миллионов. Пока что, в общем, в МРТ дешевле. Нет, ну, смотрите. Нет, ну, это опять же... Это да, но... Экономические законы должны работать. Это первая компания, которая это происходит. Сейчас вход, все больше и больше компаний будет входить в этот рынок. И в целом... Ну да, я не знаю, насколько по максимуму это можно упростить, но я даже общался с одним человеком, у которого были идеи делать магнитометр, который в итоге будет стоить 300 долларов, например. Не 10 тысяч. И тогда это уже может становиться, этот шлем уже как бы... Для каждого, для дома так надо, на дело пошло. Вот, я так понимаю, у нас есть товарищи. Ну да. Понятно. Здорово. Так, ну, наверное, давайте тогда дискуссию завершим. Спасибо. Спасибо. Было очень здорово и приятно. Спасибо. Ура. Все, мы прекращаем трансляцию. Все.